В Армении разгар сбора абрикосов. В этом году урожай небывалый. С гектара собирают по 8 тонн. Фермеры торопятся. До потребителя нужно доставить фрукты максимум за 10 дней. Иначе товар испортится. Не помогут и рефрижераторы. Ежегодной страны экспортируется порядка 20 тысяч тонн абрикосов. Большая часть в Россию. Фуры едут транзитом через Грузию. В этом году поставки оказались под угрозой срыва из-за проблем на российско-грузинской границе. Большие грузы по 20-30 дней простаивали на пропускном пункте Верхний Ларс. Ситуацию удалось решить только после встречи министров России и Армении. Максим Решетников и Ваган Керопян упростили таможенное оформление для скоропортящихся товаров. Если со скоропортящимся товаром вопрос решет, то все остальные грузы, которые направляются в Россию, пока что вынуждены простаивать неделями. Большие грузами забиты все трассы. И военно-грузинская дорога, и магистраль, соединяющая Батуми и Тбилиси. На обочине мест нет. В стране сейчас по самым скромным подсчетам около 3000 фур. Если всех их выстроить в одну линию, получится колонна в 40 километров. По государственным номерам можно изучать географию. Больше всего армянских машин. Мы уже здесь ровно 24 дня с момента пересечения границы. И пока неизвестно, сколько времени придется простоять. Нет ни воды, ни душа. Представляете, в такую жару мы на одном месте находимся. Не пойдем же мы гулять по округе. Такой коллапс на руку владельцам придорожных кафе. Ежедневно водителям нужно как минимум 500 рублей только на питание. Завтрак, обед и ужин прямо на обочине. Ну, седьмого числа в машине. Это, ну, и надо кого-нибудь начальство в неделю бы поставил вот так. Тогда бы посмотрели. Хотя бы пустым машинам придумали что-нибудь. Мы пустые. Зачем стоим? Сделать пустым коридор. Первые заторы на военно-грузинской дороге появились еще в 90-е годы прошлого века. В 91-м было прервано железнодорожное сообщение. Перевал фактически превратился в единственную транспортную артерию, связывающую Россию с Грузией и Арменией. Я всю жизнь провел на этой дороге. Начал работать на машине сразу после школы. Я фактически дома, как гость. Все время в пути. Грузовики теперь современные, а проблемы те же. Простое ожидание, затраты. Затраты увеличиваются. Теперь каждой машине, въезжающей в Грузию, придется платить не 200 лари, как раньше, а 350. В переводе на рубли транспортный налог увеличивается с 4 до 7 тысяч. Парковка на границе тоже выросла. Тарифы не менялись уже 12 лет. Сейчас, когда машин стало в разы больше, грузинские власти решили подзаработать. Казну нужно пополнять. У нас, по последним данным, двузначный экономический рост. Это и экспорты, и туризмы, и другие доходы. Бизнес позитивно реагирует на стабильность в регионе и позитивное сотрудничество. Почти за полгода транзитом через Грузию проехало около 300 тысяч больших грузов. Поступление в бюджет солидное. Больше 48 миллионов лари. Деньги капают с каждой машины, а затрат никаких. Даже на создание минимальных условий для водителей. Тех же туалетов и душевых. Хотя бы платных. Уже несколько дней для армянских абрикосов здесь горит зеленый свет. Фуры с фруктами через Верхний Ларс пропускают в первую очередь. И благодаря договоренностям России и Армении досмотр они проходят не на грузинской, а на российской стороне, отъехав в более широкое место. В это время года здесь всегда оживленно. При пропускной способности 400 машин в день. Границу в Верхнем Ларсе пересекают порядка 900 фур и автомобилей. Пограничники работают на пределе. Верхний Ларс – самый короткий сухопутный маршрут для транзита грузов в Россию из Ирана, Турции, Азербайджана и Армении. Из-за логистического кризиса машин стало больше. То, что раньше перевозили по Черному морю, теперь перевозят через Ларс. По сути, КПП превратился в бутылочное горлышко. Надежда только на реконструкцию. Начнется она в следующем году. Тогда пропускная способность увеличится в 6,5 раз. По 2,5-3 тысячи машин в сутки. А пока пограничники организовали дополнительный пропускной пункт. Это еще 200-300 машин в сутки. Но кардинально ситуацию это вряд ли изменит. Станислав Кантемиров, Михаил Рабакидзе, Ирина Макартычан. Программа «Вместе». Армения, Грузия, Россия.